Добрый день! Вы смотрите Итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Проблема с запахом, когда в Киндяковке будет пахнуть хорошо. Что будет происходить в Ульяновске на День города? Ульяновец получил медальон чемпионата мира WorldSkills Казан-2019. Парижская школа номер 2 открыла двери после капитального ремонта. Сегодня в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Скорбную дату отмечает уже 15 лет. Связана она с трагическими событиями в Беслане. Памятные мероприятия прошли сегодня на площади Ленина. Всероссийская акция «Минута тишины» прошла сегодня в центре города. Акция посвящена жертвам теракта в Бесланской школе. Митинг по традиции прошел у памятника Герою России Дмитрию Жзумовскому. Наш земляк и подполковник спецподразделения ФСБ России Вымпел ценой своей жизни спасал заложников из школы, захваченной террористами. Десятки ульяновцев пришли к зданию педагогического университета, рядом с которым установлен мемориал. Вместе с вами непрестанно скорблю пожертвам террористических актов. Вместе с вами выражаю соболезнования родным и близким. От всей души желаю, чтобы эти страшные трагедии ушли из нашей действительности. Почтить память всех тех, кто погиб от рук террористов, пришли представители власти, общественности, школьники. Сразу же после митинга на здании первой гимназии открыли обновленную памятную доску Дмитрию Розумовскому. Герой России провел в учреждении свои школьные годы. На мероприятие приехал боевой товарищ Дмитрий Валерий Попов. Он отметил, что памятник Дмитрию Розумовскому в Ульяновске – это символ всех бойцов, защищавших детей от пуль. Дмитрий находился на самом ближнем рубеже к школе и вел постоянное наблюдение. Один из тех людей, которые вели постоянное наблюдение за передвижением террористов. И когда произошел взрыв, сначала один, потом второй, Дмитрию пришлось себя демаскировать. На весьма открытой местности ему прятаться особо было негде. Поэтому он получил ранение несовместимое с жизнью. Сегодняшние мероприятия положили начало декаде «Мы помним Беслан». В ее рамках в разных районах области пройдут уроки мужества. А во властном центре команды силовых структур поборются за кубок по мини-футболу. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ. На день города Ульяновск вернется в события Симбирска 12 сентября 1918 года. Жители научат вести бизнес, а Сергей Морозов расскажет о своих неудачах в работе. 71 год Ульяновск отметит уже в это воскресенье. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Подробности расскажет Рината Алиулова. 8 сентября Ульяновск отметит 371 год со дня образования. Все праздничные мероприятия пройдут под девизом «Мой город любимый, судьба моя». Ульяновцев и гостей впервые приглашают на концерт живой музыки. Шедевры мировой классики на фортепиано исполнят воспитанники детских школ искусств. Начало живого концерта в 14.00. На площадке напротив Краеведческого музея, вот, ну вы знаете, эту открытую площадку, очень красивая, очень красивый вид на Волгу. Вот там как раз будет стоять рояль. И на протяжении всего дня на этом рояле будут играть и воспитанники наших школ искусств городских, и солисты филармонии. А вот любители современной музыки ждут с 8 до 10 вечера в сквере за памятником Ленина. На закрытой площадке ночная мэрия организует вечер бесшумной музыки. Благодаря беспроводным наушникам на траве можно будет уединиться от другого праздничного шума, послушать любимые треки и научиться играть электронную музыку. Впервые на территории музея-заповедника Родина Владимира Ильича Ленина пройдет городской туристический фестиваль, который включает в себя квест-игру, основанную на реальных событиях. За сценарный план взято то самое происшествие на Московской, мы так и назвали нашу квест-игру «Происшествие на Московской», которая происходила в Симбирске в 19 веке. В этой квест-игре будут задействованы музеи, то есть сами события будут проходить на территории тех музеев, которые находятся на улице Ленина, бывшей улице Московская. Центральным событием фестиваля станет масштабная военно-историческая реконструкция «Бой за Симбирск» 12 сентября 1918 года. Военно-исторические клубы из Ульяновской и гости из Уфы передадут атмосферу освобождения города от белогвардейцев. Отдельную площадку уготовили для будущих и уже состоявшихся предпринимателей. Как начать дело с нуля и как представительницам прекрасного пола в бизнесе не потерять женского лица подробно расскажут на фестивале «Стартап-фест». На площадках выступят успешные предприниматели, которые презентуют не положительный опыт в работе, а поделятся историями своих провалов. Планируется, что своим опытом поделится губернатор Сергей Морозов. В принципе, задача простая – заинтересовать людей в том, чтобы они стали предпринимателем, заинтересовать людей в бизнесе, в участии в бизнес-процессах и показать те меры, которые есть в нашем регионе, меры поддержки, направленные на открытие новых предпринимателей. Найдется развлечение на День города и более старшим поколению людей. На Соборной площади в 15.30 стартует ретро-программа «Я вырос в СССР». Для граждан серебряного возраста проведут занятия по гимнастике и познакомят с зумбой. А самые маленькие жители города на спортплощадках главной площади в полдень посоревнуются в парных забегах на беговелах. 8 сентября жителям Заволжья будет преподнесен такой подарок, будет открыт спуск в парке 40-летия, который мы отремонтировали. И также на улице Шоферов будет открыт памятник. Завершится праздник выступлением российского поп-певца ЛХ-24 и праздничным фейерверком. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Проспект Гая, Южный ворот, Ульяновска. На этой дороге начинается первое знакомство многих гостей с городом. И здесь же они встречают первую достопримечательность. Увы, она не материализована в форме памятника или исторического сооружения. Эта достопримечательность – запах, неистребимый на юге железнодорожного района вот уже несколько десятилетий. Проспект Гая, Южный ворот, Ульяновска. На этой дороге начинается первое знакомство многих гостей с городом. И здесь же они встречают первую достопримечательность. Увы, она не материализована в форме памятника или исторического сооружения. Эта достопримечательность – запах, неистребимый на юге железнодорожного района вот уже несколько десятилетий. Ощущают зловоние жители Кендяковки. На южной границе города располагаются очистные сооружения. Сюда поступают нечистоты со всех трех районов правобережья. В первую очередь очистных сооружений сдана в эксплуатацию в 1972 году. Тогда это была дальняя окраина города, на которой располагались одни промышленные предприятия. Сейчас с развитием города у нас жилые дома. Они приблизились к очистным сооружениям и став резко вопрос запаха. Хотя вся технология работы с осадками и так далее, она соответствует проекту, которым было изначально заложено очистные сооружения. Однако с того времени прогресс неумолимо мчался вперед. И сейчас технология борьбы с запахом изменилась. Чтобы понять, откуда берется зловоние, нужно объяснить технологию очистки стоков. Поступившие загрязненные воды вначале подвергаются механической обработке. Из них удаляют весь мусор и песок. Далее вода поступает в аэротенки, где проходит биологическая обработка. Микроорганизмы, живущие в Иле, разлагают все оставшиеся загрязнения. Все остатки свозятся на иловые карты. Вот от них-то и идет весь запах. К сожалению или к счастью, камера не умеет передавать запаху, потому что около очистных сооружений ароматы стоят специфические. Как только появляется ветер, он разносит запахи по всей Кензяковке. У нас в 2000-х годах были поставлены фильтр пресса для сушки осадка, которые помогли резко снизить объемы осадки, поступающего на карты. Мы частично сняли проблему запаха, но полностью его все равно снять не удастся, потому что сейчас все равно осадок должен пройти сушку все-таки на иловых картах. А вот какой ущерб, кроме неприятных запахов для людей, наносит иловая карта природе, нам не удалось узнать. К сожалению, у нас так и не вышло получить комментарий от Министерства природы и цикличной экономики. Это ведомство занимается мониторингом экологической ситуации в области. Но во всяком случае, в водоканале нас заверили, что весь Ил соответствует природоохранному законодательству. Проблему с запахом в настоящее время собираются решать. В федеральной программе оздоровления Волги, входящей в национальный проект «Экология», очистные сооружения ждет модернизации. Она будет проходить в три этапа. Планируют начать в следующем году и завершить в 2024 году. Значит ли это, что через пять лет проблема с запахом исчезнет? Нет, в водоканале говорят, что придется потерпеть еще немного. Так как объем карт довольно большой и предусмотрен проектом, ну, наверное, от трех до семи лет. Но эту проблему мы впоследствии тоже снимем. Для того, чтобы запах полностью исчез, остающиеся осадки необходимо просушивать. Сейчас активно разрабатывается проект, как это можно будет сделать. Рассматриваем варианты. Это сушки осадка. Но сушки не только осадка, который будет выпускаться с очистных сооружений канализации, но и того осадка, который накоплен здесь в правобережье. То есть постепенно его утилизации. И таким образом решение проблемы, то есть исключение практически полного иловых карт из работы. Ароматную проблему никто не отрицает. Но решить ее быстро не получится. Придется подождать несколько лет. Готовы ли ульяновцы к этому ожиданию? Данила Ноздряков, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. Модернизация образовательных учреждений Ульяновской области является важной составляющей проекта «Современная школа» нацпроекта образования. В Барышевском районе уже не первый год ведется работа по созданию современных условий для обучения детей. 2 сентября открыла свои двери отремонтированная школа номер 2 в городе Барышев. В этом году Барышевской школе номер 2 имени Героя Советского Союза Молчанова исполнилось 115 лет. Капитальный ремонт здания стал подарком учителям и ученикам. В школу приехал губернатор Сергей Морозов. Мы специально сделали ее вот такой вот очень яркой, красивой, наверное, одной из самых-самых красивых в городе Барышев. Милости просим. Заходите. Заходите, радуйтесь. Не судите строго. Есть еще небольшие неполадки. Ну а где их не бывает? Все бывает в нашей жизни. В самое ближайшее время мы там все эти неполадки доработаем. Самое главное о том, что все те сплетники, которые говорили о том, что мы школу не построим, вот пусть они здесь посрамятся. Мы любим эту школу. Мы любим учителей. Еще в прошлом году по инициативе главы региона в Барышевской школе номер 2 начался поэтапный капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета было направлено почти 85 миллионов рублей. Если окунуться полтора года тому назад, то здесь просто стояли четыре стены. Когда стояли мы на первом этаже, и подняв голову, мы видели небо. За полтора года поменяли перекрытие и все остальное. Все остальное. Окна, полы, двери, штукатурка, отделка. Поэтому все здесь совершенно новое. Водопровод, канализация, отопление, видеонаблюдение. Кроме того, почти 27 миллионов рублей было направлено на благоустройство территории школы, в том числе на спортивную площадку, которой нет аналогов в Ульяновской области. Губернатор назвал ее стандартом школы 21 века, который будет распространен на все муниципальные образования. 2 сентября порог школы переступило почти 400 мальчишек и девчонок. Своими впечатлениями от обновленного учреждения поделилась мама троих детей Елена Шарпова, которая когда-то сама ходила в эту школу, а сейчас здесь учатся ее дочки. Школа была в ужасном состоянии, конечно, падали потолки и полы уже были 150 раз накрашены. То есть школа тоже старая, уже старые постройки. И вот то, что сейчас, когда мы пришли просто помогать учителям убираться, в школе сделан очень хороший ремонт. Все это капитально сделано, полы, выложены плиткой на этажах, в кабинетах очень чисто, светло, пластиковые окна. Я надеюсь, что будет очень тепло, потому что поменяно оборудование все. Ну и дети очень довольны. Как оказалось, выпускницей этой школы является первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева. Я закончила эту школу уже достаточно давно, в 1993 году. И практически 36 лет тому назад я впервые переступила этот порог в школу. Порог этой школы совсем маленькой девчонкой. И вот мои воспоминания школы тогда и сегодня – это огромная разница. Даже тогда школа не была так прекрасна, как сейчас. И мне кажется, а самое главное – вот та атмосфера, которой я много лет, 10 лет от 1 до 11 класса здесь я проучилась, вот она осталась. Это не единственная школа, которую посетил губернатор Сергей Морозов. В школе в селе Глотовка Индзинского района только планируется проведение капитального ремонта, подобного тому, что сделан Брыши. Здесь его с нетерпением ждут и учителя, и ученики. Глава региона напомнила, что пару лет назад было принято решение построить в области 15 новых школ. В настоящий момент в Ульяновской области строится 7 школ, некоторые из них открыли двери. В ближайшее время в регионе будет заложено еще несколько школ. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. В Димитровграде официально стартовал долгожданный и пилотный в границах Ульяновской области проект. Льготный проезд в общественном транспорте для школьников в понедельник днем. Наши корреспонденты и региональный чиновник выясняли, как реализуется данная программа. Остановка одного из самых востребованных городских маршрутов. В салоне автобуса установлен кассовый аппарат. Водитель уверяет, что сегодня с помощью карты школьника в общественном транспорте бесплатно проехали не один десяток учеников. Проблемы есть у вас? Нет, нормально все. Все, школьник заходит? Чеки выходят. Чеки все выходят, да? Справочки, если вы видите, вы тоже понимаете? Все, все, хорошо. Зам министра транспорта Ульяновской области Алексей Пикусев интересуется у водителей и пассажиров, есть ли проблемы с применением карт школьников. Напомним, что те ученики, которые пока не получили проездные, но подавали заявление на их получение, тоже должны ездить бесплатно. Проезд осуществляется по справкам. Их можно получить в образовательных учреждениях. Кстати, и дети, и родители уже успели оценить удобство проезда по школьным картам. Все бесплатно, да? Да, да, бесплатно. Нет проблем нет, все нормально. А вообще сколько в день поездок? Пять, обычно. Это в школу и на дополнительное образование, да? Да. По словам заместителя министра промышленности и транспорта Алексея Пикусева, рабочая группа областного правительства будет следить за стартом реализации проекта по льготному транспорту на протяжении нескольких дней. В настоящее время я уже успел проехать вместе с администрацией Димитровграда шесть школ. Встретились с директорами, спросили по проблемам по выдаче карты, справок. В настоящее время все пока нормально, проблем нет. По словам Алексея Пикусева, пилотный проект в Димитровграде, который реализуется по инициативе местной общественности и под личным контролем губернатора Сергея Морозова, возможно в последующем распространится на всю Ульяновскую область. Напомним, родители единоразово оплачивают 60 рублей для выпуска карты, на которую каждый месяц начисляются 50 поездок. Повторно платить за карту придется только в случае утери документа. Действует льготный проезд в течение учебного года. Если у кого есть у горожан вопросы, какие-то проблемы, я могу оставить свой номер телефона, они могут позвонить и будем решать все в оперативном порядке. То есть 8 927 814 90 15. Безналичная форма оплаты проезда для остальных горожан пока не действует, из-за отсутствия соответствующей договоренности с банками. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для улправды.ру из Димитровграда. Покрасил лучше всех, привез награду и научил первокурсников. Учащийся авиационного колледжа Павел Якулев привез награду с мирового чемпионата WorldSkills Казань 2019. Чем молодой мастер займется дальше и хотят ли студенты колледжа обучиться его ремеслу? Подробнее Виктория Черкова. Учащийся ульяновского авиационного колледжа Павел Якулев привез награду с мирового чемпионата WorldSkills Казань 2019. Молодой мастер выступал в компетенции окраска автомобилей. Задание он выполнил идеально, за что получил почетный медальон и личные поздравления от президента Российской Федерации. На финал Павел летал в столицу, но пришло время вернуться в Ульяновск. Наша съемочная группа встретила победителя в аэропорту. Представители Минобра и ребята из колледжа тоже пришли его поздравить. На чемпионате мира первый раз участвует, а на чемпионате мира вообще один раз участвует. То есть есть только один шанс. Как решился на это? Математику не знал. И поступил очень случайно в колледж. Очень случайно предложили мне участвовать. Согласился. Сначала выиграл оригинальный чемпионат, потом занял третье место на России. Сейчас пятое место на чемпионате мира. Павел выступал единственным от России в своей компетенции. По итогам конкурса сборная завоевала 14 золотых, 4 серебряных, столько же бронзовых медалей и 25 медальонов. Россия заняла второе место. Первой стала сборная Китая на третьей строчке Южная Корея. Интересно, что в компетенции автопокраска соревновались не только парни, но и девушки. География конкурсантов оказалась обширной. Девочка у нас победила из ТАИП. То есть страна в стране. И откуда еще? Какие страны девчонок водяные? Австралия, Немки, Германия, Швеция, Австрия. Павел принял поздравления, а уже на следующий день приступил к любимому делу. Теперь он тренер межрегионального центра компетенций. Первый рабочий день начался с мастер-класса для студентов авиационного колледжа. Учительский дебют Павла стартовал с покраски переднего бампера. Запчасть зонировали скотчем, чтобы отработать навыки точечной работы. Далее наставник и его подопечный приступили к работе с краскопультом. Первокурсники признаются, что очень рады учиться у настоящего мастера своего дела. Я бы хотел научиться, во-первых, профессионализму, которым он владеет, участвовать во всяких соревнованиях и, получается, быть хорошим специалистом в будущем. Директор колледжа рада пополнению в преподавательском составе. Дело в том, что Павел родом из Свердловской области. После предыдущего успеха на национальном этапе его пригласили в Ульяновск. Молодой талант был замечен нашими экспертами в мае этого года. Как выяснилось, они не прогадали. Приняли с распростертыми объятиями, потому что это действительно мальчик-профессионал, который знает, чего хочет и который очень стремился к победе. Планы на будущее у молодого человека большие. Павел хочет создать семью с любимой девушкой и выучить новые поколения профессионалов. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, предстоящие выходные в регионе сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновский столбик термометр удержится на отметке 17 градусов по Цельсию. Ветер северный – 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс средний.